Они не боятся высоты и готовы покорять вершины. В Махачкале на базе Дагестанского государственного политехнического университета прошел открытый личностно командой детско-юношеский чемпионат республики по спортивному скалолазанию на искусственном рельефе. Все подробности в сюжете Карины Баталовой. Найти опору, вытянуть руку до следующего выступа и вот уже до красного победного круга осталось совсем немного. Этот экстремальный и захватывающий вид спорта собрал сегодня около 160 юных скалолазов. От 10 лет до 21 года. В течение двух дней 30 школьных и 10 студенческих команд соревнуются между собой. У нас здесь представители Малой Академии наук, спасатели, МЧС, у нас страховки, все дела. Есть ребята, которые пришли, просто увидели скалодром, захотели полазить. У нас здесь вообще 5 уровней сложности и на самый простой, в принципе, они могут им помочь залезть, подсказать, как это вообще. А вообще в Малой Академии науки есть маленький скалодром, и туда ходят школьники разных возрастов. А у нас здесь более так продвинутые, конечно, лучше, если они сначала будут туда ходить, а потом уже более-менее подготовленные к нам. Забраться на вершину без срывов – это уже победа каждого участника, ведь скалолазание – экстремальный и сложный вид спорта. К тому же эта дисциплина теперь представлена и на Олимпийских играх. По словам главного суди соревнований, по сравнению с прошлым годом, уровень мастерства юных спортсменов возрос, поэтому была увеличена сложность прохождения скалодрома. Даже вот маленькие малыши, они проходят, смотришь на трассу, думаешь, навряд ли отсюда ребенок сможет залезть. А они нас удивляют, они проходят, даже показывают хорошее время. В таком возрасте им, чем за компьютером дома сидеть, им интересно приходить лазить, соревноваться с другими, посмотреть, как он выступает. Этот чемпионат ежегодно проводит Малая Академия Наук Дагестана совместно с ДГТУ. Цель – пропаганда детского скалолазания в республике, выявление сильнейших скалолазов, а также повышение спортивного мастерства. Амина участвует в соревнованиях уже в третий раз. Сегодня ей удалось пройти одну из самых сложных трасс всего за 9 секунд. Я хожу к тренеру Ренату Алиевичу, занимаюсь уже где-то полгода, скоро год будет. Конечно, будешь этим заниматься в будущем? Конечно. Буду активно заниматься этим. У меня это хорошо получается. Я буду стараться еще лучше, чтобы у меня был еще лучший результат, занимать побольше мест, радовать моего тренера. Оценивали спортсменов в командном и личном зачете в трех возрастных группах. Спортсмены, занявшие призовые места, получили кубки, медали, ценные призы и подарки. Карина Баталова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, новости 24, Макачкала.